А может быть, если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить? Гагарин начинает писать о том, что ему очень все не понравилось. И вдруг он видит глаза молодого художника Павла Никонова, откладывает ручку и говорит, Серов, который рядом с ним. А знаете что, товарищ Серов, я, пожалуй, не буду писать свое мнение, потому что понимаю, что мое слово умножится эхом. Давайте поставим это. Вызывает ли я тебе какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть. Вот эти чувства вызываются. И переходил в следующий кабинет тоже. Здравствуйте, я к Зиночке. И опять все женщины поднимали на меня голову, а это все были архивные, серьезные женщины. И опять тишина. У меня не было ощущения, что мы пересечем Красную площадь. Конечно, речи там не могло быть, что нас так сразу драгу возьмут и расстреляют. Но то, что нас могут арестовать сейчас, у меня было очень твердое ощущение, что могут. Через месяц я читаю в газетах, а ведь это эпоха Бориса Николаевича Ельцина, о том, что архив Перми ликвидирован. И тогда вы понимаете, что единственное, что осталось, копия. Начнем, пожалуй. И где-то ему документы было бы положено находиться. А совершенно параллельной структуре, где он вдруг нашел стенограмму, крика Никиты Сергеевича Хрущева на Андрея, где он орал. Вон господин Возвенцинский из Советского Союза. Идите к своим, паспорт вам выпишет Шелепин. Андрей Андреевич, на это будучи убит совершенно таким приемом главы страны. Вот только бубнил. Я русский поэт, никуда я не поеду. Я русский поэт, никуда я не поеду. Но после этого, это я вам уже забегаю вперед, на фоне этого моего признания, вам будет легче слушать. Вот. Андрей Андреевич очень тяжело заболел. 40 дней он не мог принимать никакую пищу, чтобы он не принимал даже пиву. Все это выходило обратно. Он потерял жуткое количество килограмм. Но этого уже никто не знает. Это хранилось только у меня, поскольку мы с ним были вдворем, плюс врачи, он превратился вот в такую вот кишку буквально. И у него не принимал организм такой нервный срыв. Но потом посекундочку стали есть жидкое. То есть он пришел в себя. И это осталось, конечно, тяжелейшее воспоминание его жизни. Поскольку я думаю, что в истории литературы даже на Пушкина не кричал Николай Никто нашел. Глава страны, вот, довольно вот, такой упитанный, орал вот на такую вот тощую фигуру молодого поэта, выгоняя его из страны, это, конечно, довольно трудная задача психологически пережить. И после этого он очень тяжело болел. Вот я вам все, что могу сказать. Вот, мам, посчастливилось или понесчастливилось сегодня услышать это документально. Из-за того, что есть один человек, чья неоценимая заслуга, что он сумел найти подлинную пленку, единственную этого. Он рылся всюду. И он нам сам это скажет, как он это нашел, поскольку он искал в одних архивах КГБ, это оказалось в других, НКВД. Вот. И он эту пленку нашел, и благодаря его подвигу мы сегодня это увидим. Я знаю, каково это, поскольку я занимаюсь когда-то драматургию Сохова Кобылина. Нашла в архивах совершенно других пьесу Сохова Кобылина, которую никто не знает, одноатную пьесу. Вот. Каковой я и являлась находчиком, она так же исчезла, как и нашлась. Но просто я вам говорю, что это чистый случай, причем он нашел не в той секции, в которой бы должна была находиться, а какая-то параллельная архивная хранилища чего-то. И он залез сюда и нашел вот эту запись, каковую он сам нам сегодня представит. Я думаю, что Дмитрий Менченок у нас сегодня герой, пускай делает свое дело. Идет. Ну и тут начинается музыка в этот момент, и вот, здравствуйте. Вадим Юсупович спросил что-то, мне хотелось... Я спросил, знаешь что, Дмитрий? Да. Садитесь сюда. А ты зачем мне с ним сидеть? Вот это... Не-не-не-не-не, это ваша крепкая... Врезер. Врезер. Да. Вопрос тогда к вам. Да. Вот что там происходило? Вот самое-то интересное, это вот что. Вот что там происходило? Вот то, что происходило в Кремле, а потом, что происходило после, на следующий день? Вадим Юсупович, я однажды сказал, он же ждал наверняка каких-то реакций, звонков оттуда, отсюда, ждал ареста, ждал пуру, и то, что все могло быть. Что там происходило? Или вопрос, или ответ генеральный. Ничего. Вадим Юсупович, я однажды сказал, за глаза без вас, и сделаем вид, что вы гений. Дело в том, что на этом вся и построена история, что было на следующий день. Потому что Андрей ждал смерти, все его предупреждали об аресте. Ну, смерть фигуральному мы говорим, понятно. Но было совсем другое, и это должно прозвучать в конце моего рассказа, потому что на самом деле то, что мы уже начали, это театр. Но это театр документальный. В 2003 году в подвале, я уже забыл, как называлась эта улица в центре Москвы, где теперь нет театра ДОК. Лена Гремина объявила спектакль, который шокировал всю мою родню, потому что он назывался Зоя Борисовна «Пидорасы». То есть висел Дмитрий Менчонок и дальше «Пидорасы». И она все это сделала на афишу, и я к ней прихожу и говорю, Лен, ну давай все-таки сделаем как-то более сниженно, прилично. Ходите, Дима, я скажу, как он дома готовился идти туда. Вот. Вот она гениальная. Зоя Борисовна, я вас люблю, потому что, когда начался спектакль и пошел текст, было заготовлено, вдруг Андрей Андреевич поднимает руку и начинает говорить, как сейчас Зоя Борисовна. нас сидело примерно столько же людей, только было чуть темнее. Сейчас скажу, что было дома. У меня несколько есть таких случаев, когда человек, ожидающий триумфа, это получает по голове с такой силой, не предвидеть. это люди, не представляющие себе психологический расклад ситуации. Я обладаю, кстати сказать, этой способностью предвидеть хорошее, поэтому, когда наступает положительное, я очень радуюсь. Я всегда занимаюсь самоедством. Вот. И в данном случае было точно на коже. Андрей Андреевич считал, что его пригласили в Кремль, что плен, плену, что он вот тут выскажет свою программу поэзии, какая она дорога. Вот. И поэтому он шел парадным, как всегда, он же любил одеваться стильно, да, и все. И он получил такой удар. Могу сказать, что предшествовало. А предшествовало, как потом следствие показало, что Ванда Василевская вместе с Корнечуком имели прием у Хрущева. И когда они к нему пришли, вдруг Ванда разразился с Граной, что в вашей стране последите, Никита Сергеевич, живут такие писатели молодые, которые мешают строить социализм в Польше. И вот недавно были вознесенские аксионы, которые, когда спросили их, действительно ли единственный стиль социалистический реализм в Москве, то эти два поэта ответили, не единственный, есть еще. И она пожаловалась к Ручеву. Как ни единственный. Какой еще, кроме партийного стиля, может быть, стиль в этом. И с этого все началось. Он заинтелся, что они мешают строить социализм в Польше. И поэтому этой, она была у него накануне Ванда. И Корнечук был молчал, а она разразилась, что они не дают строить социализм. Вот. И к этому, он этот заряд гнева, ярости, как мы посылаем за рубеж, разрешаем выехать, вместо того, чтобы они говорили ура и да здравствует, оказывается, было их выступление. Они в доме были, там, и Аксенов, и Милисенский. И задали вопрос, кто задал, как, не важно, неужели социализм это единственный стиль в искусстве России, ну, в Советском Союзе. И оба ответили, что не единственный, просто этот, пиарят и пропагандируют, а остальные виды искусств, эстетские, всякие, нет. И вот на этом все начинает поговорить. Вот посмотрите на его глаза. Он нас слышит. Он нас слышит. Он нас слушает. Возьму в руки микрофон и начну с того, с чего я планировал начать. С чего я планировал начать? С одной маленькой музыки, которая говорит о том... И вот это был 2003 год. пришел Андрей Андреевич, и он привел с собой Илариона Голицына. И они сели, и вдруг неожиданно зазвучала музыка. И Андрей Андреевич словно бы, смотря на меня, создал машину времени. У него глаза сияли всегда, до самого последнего момента. словно бы, небо отражалось и входило в них. И повисла в зале потрясающая тишина. И он встал, и голос его был позабил, полуприглушен. Он вышел на аванс-сцену и сказал «Посмотрите». И его рука отпечаталась на белом фоне. Ведь это же птица. Так и наша память. И тут он полетел. Я сразу вспомнил. Плавка, плавки, чайка Бога и все прочее. Все, что происходило тогда, в 63-м году, вдруг показалось Андрею Андреевичу тенью. Тенью на этой стене, которая, может быть, уже никого не пугает, но которая, на самом деле, таит в себе все то, что происходило тогда, а начиналось все за 4 года до этого, сейчас звучит та музыка, которая неожиданно зазвучала на Первом канале. Представьте себе, какое сегодня число? 22 ноября. Только перелистните память, 1999 год, Первый канал. Ровно в этот день, Вадим Исупович, я не брал, ровно 20 лет назад на Первом канале, в программе «Как это было?» человек с поэтической фамилией Шкловский вышел и позвал на сцену Илариона Голицына, Павла Федоровича Никонова, а последним вышел Андрей Андреевич Вознесенский, и они начали вспоминать 1963 год о том, что происходило тогда. И Андрей Андреевич встал и сказал, но у нас есть только хроника, видео, но голоса-то нету, потому что голос стерли. И вот в этот момент в студии заиграла вот эта вот латиноамериканская, хотя это греческая музыка, и вышел я вот с этим портфельчиком. Это и стало началом этой театральной истории. И в этом портфеле было то, что, собственно, должен давать в белых перчатках. Вот она. Это пленка, в которой 18 часов записи, двух дней встречи. Никита Сергеевича Хрущева, Андрея Андреевича Вознесенского, там было еще десяток других великих и не очень. Микрофон. Я не была ни женой вознесенского никто. Я иду в дом актера по лестнице и навстречу идет Юрий Александрович Савацкий, художественный руководитель, главный режиссер театра Совета. Он мимо меня пробегает со скажем лесом, говорит, Зоя, ты даже не можешь представить, что сейчас было. Я говорю, что с вами происходит? И что у вас брица на вас нет? Он говорит, как сейчас плечок крича на поэту великий дельство, что это было? И он действительно с переводом к летным лицам. Вот. Это первое, что я в этом узнала. Я с ним узнала об этом. В 6 утра мне позвонил Андрей, который был еще со мной не в одном как бы тандеме. Вот. И первое, от кого я узнала, это Юрия Федоровича Завадского. Подожди, Минченко. И вот в 90, ровно 20 лет назад я вышел с этой пленкой, показал и зазвучало то, что потом связало меня с Андреем Андреевичем уже навсегда. После этого не было того, кажется, каждый месяц или два раза в месяц мы созванивались, я стал близким человеком в доме Зои Борисовны, ей низкий поклон, потому что, кажется, 8 фильмов мы сняли, все неудачные, верно, да, но там самое главное был голос Андрея и голос Зои, и теперь, когда я все собрал воедино, я думаю, ну, может быть, ради этого все и делалось. А начиналось ведь ровно в 98 году, когда Петя Толстой, он сейчас Петр Толстой, а тогда он был шеф-редактором моей программы, где я работал по причине того, что драматургия была никому не нужна, мне надо было на что-то жить, я ушел на первый канал, меня позвали после работы в париматч, французский был такой журнал, который так не вышел в России, это я вам говорю, что был такой французский журнал людям, которые проводят в Европе столько же времени, сколько и в России. Так вот, я неожиданно оказался в его команде, и они стали сидеть и однажды думать, ну, про что же мы должны снимать? Вот первый канал, программа «Взгляд», надо собирать зрительское любопытство, и тут я сказал одну фразу, Корнейчук и Ванда, вот такая банда. Все засмеялись и спросили, ты чего это? А я говорю, так, ну, это же известная, можно сказать, интеллектуальная поговорка, а когда она была произнесена, и я, там еще был Слава Борецкий, и я вышел такой, я чувствовал себя в этот момент страшно умным, потому что все вдруг сделали вид, что не помнят события, которые происходили всего лишь 20, там, если это 99-е, то, ну, 20-30 лет тому назад, мне сказал, ну, как же, это знаменитая женщина, которая прославилась сейчас только тем, что возвела публичный поклеп на Андрея Андреевича Вознесенского. И тогда Слава Борецкий, второй редактор, сказал, о, а давайте сделаем про то, как нам было страшно, как нам было страшно во время этого крика Хрущева, и вот здесь я пошел в архив, в Красногорске, я был уверен, что проблем никаких не будет, а именно каких проблем, то есть я возьму пленку с голосом и принесу на первый канал, и все будет хорошо. И вот я прихожу в Красногорский архив, а там сидит же, во-первых, меня туда не пускает. А я тогда выглядел чуть-чуть по-другому, и когда я подошел к охраннику, он мне сказал, что им музыканты не нужны. А я его спросил, почему музыканты, и это, вроде как, пришел в архив, он посмотрел на меня, я так и не знаю, что же он подумал, сказал, я же сказал, музыканты не нужны. И тут я достаю в штанину, как по-маяковскому, чтобы что-то достать, и у меня только ключи от квартиры. А я подумал, ну, надо же документ какой-то показать. И я достаю ключи от квартиры, и говорю, вот. Он говорит, что, вот. А я говорю, ключи от квартиры, там, где не лежит ничего, ни денег, ничего. Но, возможно, будет что-то лежать после того, как я попаду в ваш архив. Он посмотрел на меня, сделал такую страшную паузу, сказал, так ты за пленкой, что ли, пришел? Я говорю, да. Ну, проходи. И вот я пришел за пленкой и встретился с чудесной женщиной, которую, которую зовут, и зовут ее вот так. И она достала, она говорит, а, вы ищете запись того, что кричал Хрущев, сейчас я вам все найду, и голос, и видео, и вот она берет опись. И я ее, естественно, мы уже все записывали, и вот я ее. Вот с этого все и началось. И вдруг я узнал, что у нас есть видео, говоря современным языком, но нету аудио. И я тогда позвонил Андрею Андреевичу, с этого началось наше общение, говорю, Андрей Андреевич, а ничего не будет, программа. Он уже обрадовался, что мы будем вспоминать, я говорю, голоса вашего нету. Он говорит, как нету голоса, есть же видео. Он почему-то мне еще сказал, что сын Васи Катонянов все это дело снимал, а потом ему сделал слайды. Но, правда, здесь другие фамилии звучат, не Катоняна. Я задумался, пришел к Пете Столстому, сказал, Пете, программа не будет, потому что нет голоса, кому интересно одно видео. И Андрей Андреевич говорит, ищите видео, оно должно было быть. И я подумал, куда же можно пойти. И так как я жил тогда на метро-аэропорт и очень часто ездил на Пушкинское, там вот эти были магические линии, три профиля. Вот этих вот, если посмотрите, сразу вспомните, когда мне показывают три любых бородатых мужика, я говорю всегда Маркс, Энгельс и Ленин. И я пришел в тот замечательный архив, где было три этих глиняных, почему я думал, что они из глины, оказалось, что это латунь, но я не очень разбирался в геологии. Я попал к заместителю директора архива, и она мне сказала, а, вы ищете события, которые происходили в каком году? В 62-м, она начала рыться в каких-то бумагах, а потом говорит, да, у нас это все есть, сейчас я вам дам аудиозапись, так, 13-й номер, Вознесенский, Евтушенко, ну, идите к Зиночке. Сказал мне номер какого-то кабинета, я вышел и пошел искать мифическую Зиночку. Я подумал, все просто, я входил в каждый кабинет, здрасте, где Зиночка? На меня поднимало взгляды порядка 20 женщин работающих, и все молчали. А так, как я закончил театральный институт, то я говорил, понятно, Зиночки здесь нет. И переходил в следующий кабинет, тоже, здравствуйте, я к Зиночке. И опять все женщины поднимали на меня голову, а это все были архивные, серьезные женщины. И опять тишина. В третьем кабинете я сказал, вы что, ответить не можете? Вы что, не мы? Они посмотрели, сказали, у нас только в этой комнате 8 Зиночек сидит. Вам какая нужна? В итоге я нашел, ее звали Зинаида Сергеевна. Она была главным хранителем архива, который назывался, я уже не скажу как, современной истории. И она посмотрела все списки и говорит, так, а вот то, что говорил Хрущев и Вознесенский, в наш архив было передано год назад и забрано полгода назад в архив президента. А я подумал, боже, архив президента, а где это может быть? Я спросил, а где это может быть? Он сказал, ну как, на старой, на новой площади. Нет, это старая площадь, там, где Китай-город и все прочее. И вот я позвонил человеку, здесь нет человека по фамилии Андерсон, я никого не выдам тайны, нет? Я позвонил директору архива с потрясающей такой фамилией, он сказал, Дима, приходите. И я шел, потому что думал, вот шведский человек, все будет просто. Я прихожу, а мне говорят, его нету, но есть человек по фамилии Сгуриди, с грузинской фамилией. Ну, я так принимал и подумал, о, это будет сложнее. Но оказалось, все очень просто. Он мне говорит, идите вниз, дает какой-то этаж, называет третий. И я иду искать третий этаж. И на третьем этаже вообще ничего нет архива. Потом, когда я в отчаянии снова возвращаюсь к замдиректору, он говорит, я же вам сказал третий этаж, но это же минус третий этаж. Вы куда пошли? То есть я узнал, что в тех зданиях есть еще вторая подземная жизнь, глубинная. и я уже туда спускался, и Вадим Иосифович меня поймет, я до сих пор думаю, что ничего страшнее в своей жизни я не видел, потому что тебя охватывает клаустрофобия, когда ты оказываешься в коридоре, и вот ты сразу чувствуешь себя вот таким вот маленьким, потому что стены не очень высокие, потолки не очень высокие, но там вообще нет окон, и вот меня куда-то по ним ведут, и я запоминаю, что я чувствую себя как в лабиринте, как этот минотавр, и я куда-то иду, иду, и мы заходим в железную комнату, и со мной женщина, а с женщиной мужчина, это охранник, потому что это все режимный объект, и она говорит так, мы видим перед собой ряд, то есть стена, но вся стена состоит, она дышит, потому что это ящички, они выдвигляются, выдвигляются, я останавливаюсь в изумлении, женщина, которая со мной моментально, и я не понимаю как, она даже не смотрела на цифры, вдруг что-то понимает, становится на стул, завязает, достает ящички, говорит, вот все здесь, я говорю, я же запись ищу, говорит, так там смотрите, я вижу там одни бумажки, такие картонные, пронизаны одним железным штырем, и я подаю ей, говорю, я ничего в вашем архивном деле не понимаю, скажите, я ищу голос Хрущева, Вознесенского и так далее, она говорит, а вот нашла, достает желтую карточку, и читает, вывезено месяц назад, спецприемник, и все, и вот я понял, что в Москве нет, и спрашиваю, что такое спецприемник, слово какое-то, я подумал про собак, еще про что-то, она мне говорит, ну как же, это в Перми, в Перми есть хранилище, и туда надо ехать, но вас туда, я говорю, я готов купить билет за свой счет, в надежде, что мне потом его оплатят, на мне говорят, что за свой счет нельзя, и вообще туда поехать нельзя, потому что это спецхран, и я понимаю, что станет, ну что опять ничего не случится, и прихожу к Славе Борецкому, и говорю, что мы закрываем нашу программу, потому что ничего, пленки нет, есть только аудио, и в этот момент меня отвлекает другая совершенно вещь, я начинаю заниматься параллельно программой о Хрущеве, о том, как он сажал кукурузу, а мой тесть Давид Дубинский снимал фильм «Плодородие без почвы», первый документальный фильм о гидропонике, за что получил от Хрущева Ломоносовскую премию, как за научное достижение, я начинаю искать сценарий просто этого фильма, и оказываюсь все-таки в Пермском архиве, и когда меня направляют там, где лежит стенограмма, не стенограмма, с режиссерской тетради Давида Дубинского, сценарий попросту, я оказываюсь в такой же маленькой комнате, слож заставленной уже не картотечными ящиками, а просто железными бобинами, и совершенно случайно, наверное, потому, что есть небо, есть земля, я подхожу от скуки, ожидая, когда мне найдутся стенограмма, режиссерскую запись фильма «Плодородие без почвы», к какой-то полке, и вижу надпись «Хрущев и Евтушенко на железной бобине». Друзья, я не дам, я до сих пор не имею как. Я спрошу, а что это такое? Очень уставшая женщина подходит, достает эту бобину, говорит, ну, это 63-й год, и читает, кто у нас тут? Евтушенко, Аксенов. На этой фамилии мой организм делает стойку, словно я был гончий. Потом Никонов, потом Эларион Голицын, потом еще раз Евтушенко, Евтушенко, Евтушенко и Вознесенский. И так я понимаю, что еще одно ко мне приплыло в руки другое. И я говорю, дайте мне ее. И она мне ее говорит, да берите, пожалуйста, и дает мне вот это. И я кричу, где магнитофон? А она не воспроизводится на русском магнитофоне «Маяк», потому что записано немцами на студии ДЭФа спецоборудование, и там скорость в полтора раза больше, чем все наши советские магнитофоны. И я кричу с радостью, ну так надо же! И замираю, потому что техник смеется, говорит, ты с ума сошел, это же запись КГБшная, все магнитофоны год назад выкинуты, на которых ты можешь послушать эту пленку. И вот тогда я сказал про себя великое русское слово «пипец», потому что это было все против этого. И я опять вспомнил свое театральное образование, собирался заплакать, и вдруг сзади меня кто-то вот так вот дергает, мне показалось снизу какой-то карлик. А так как я живу в доме, где живут цирковые лилипуты, то я очень вожительный отношусь к этим людям. И я обернулся, действительно стоит очень высокая женщина, и она мне говорит «идем». И она меня куда-то зовет. Мы входим в комнату полную графинов, стаканов с водой, и там стоит в углу накрытый бабушкиной просто скатертью, знаете, вот такой вязанный рюшами магнитофон. Это оказался единственный работающий магнитофон производства Германии, на котором можно было воспроизвести. И вот мне ставят, и первое, что я слышу, вот этот вот самый голос. Тогда было темно, если вы можете, а можно потушить свет, или если вы закроете глаза, чтобы вы услышали только голос, только голос, и поняли, что тогда услышал я. А может быть, если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить? Он записался. Да. Товарищ Вознесенский записался в премиях. А вот он идет, наверное? Вот он идет, да. Это трибуна. Это трибуна очень высокая для меня, и поэтому я буду говорить о самом главном для меня. Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии. Это не доблесть. Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич. Это не доблесть. Поэтому почему вы афишируете, а я горжусь, что я член партии и умру членом партии. Я не член партии. Вызов даете? Сотрем! Все, что на пути стоит, коммунистический, сотрем! АПЛОДИСМЕНТЫ Бороться так бороться. Мы можем бороться. У нас есть порох. Я понял, что там есть какие-то огромные лакуны в записи. Но самое главное случилось. Я нашел уникальную сенсационную находку. И я приехал в Москву вот с этой самой пленкой. Единственное, что я теперь не знаю, она вся есть в электронике, в электронном виде, но я не уверен, включится ли она теперь, потому что все эти годы она хранится у меня. Это копия. Но чтобы вы понимали смысл того, что происходит, через месяц я читаю в газетах, а ведь это эпоха Бориса Николаевича Ельцина, о том, что архив Перми ликвидирован. И тогда вы понимаете, что единственное, что осталось, копия. Но эта копия на самом деле их копия. То есть ведь она же на реальной магнитарной немецкой пленке. Просто все писалось в двух экземплярах. Это же не... Вот Вадим до сих пор интересно, заиграет или не заиграет. Но она у меня не в холодильнике хранилась, поэтому я же не был... Меня уже вчера напугали, когда я готовился. И так мы оказались в той истории, которая непонятно абсолютно без нашего знания о том, что было до и после. Я начал встречаться со всеми людьми, не только с Андреем Андреевичем, чтобы разобраться, что происходило за пару дней до начала, о чем сейчас рассказала Зоя Борисовна. Но это была только одна часть правды о неожиданном визите Ванды Василевской и Корнюючука Хрущеву. В частном образом, Зоя Борисовна, это же было у них... Ну, к нему они домой попали. И началась вся моя история с того, что я подружился и встретился с уникальным человеком по имени Рада Никитична Хрущева. И я вам хочу сказать, что мы сейчас смеемся над... Я никогда не смеюсь над Никитой Сергеевичем Хрущевым, потому что я вам сейчас дам только послушать одну запись. Он был гением, он был невероятно харизматичным человеком, и это никогда нельзя списывать со счетов, потому что наша проблема начнется тогда, когда мы начнем смеяться над нашей собственной историей. И первый мне об этом сказал Андрей Андреевич. Он говорит, Дима, не надо смеяться, не над ним, я его простил, он не виноват, виновата система. И сейчас я вам покажу то, что меня привело в удивительный восторг. Это два слова, очень коротких два слова Хрущева, о том, как он вообще мыслил и как он думал. Мы не можем мимо пройти, знаете, как наблюдатели, знаете, как на берегу, стоит человек и смотрит, вот плавет, значит. Это он говорил о живописи Бориса Жутовского, когда впервые увидел, как мне рассказывала Рада Никитичевна, крышку от унитаза и спросил, что это такое. А ему молодой художник Борис Жутовский говорит, это портрет моего брата. И вот здесь с Никитой Сергеевичем случился коллапс. И хорошее, и дерьмо плывет, и он совершенно, так сказать, одинаково относится, это же течение, вы скажете, так сказать, каждый играет, так сказать, свой, так сказать, музыкальный инструмент, вот это и будет оркестр. Это как афония, это дом сумасшедший будет, это джаз будет, джаз, джаз. Я не хочу обидеть негров, но вот по-моему эта музыка негритянская. Кто же полетит на это жареное, которое вы хотите показать? Кто? Мухи, которые нападали бросаются. Вы слышите, какая хранила? Вот они, знаете, огромные, жирные воды, вот и полетит. Тот, кто хочет усложнять этих наших врагов, тот может браться за это оружие. Не люблю я это, и дальше он добавляет. Это негритянская музыка, негритянская. Я был недавно на свадьбе у Полянского, Полянский это был самый молодой член политбюро, и впервые услышал секту эту трясуны или прессуны, они танцуют твист. Это я вам уже цитирую. Вот что это за твист такой? Или это свист? Это же секта какая-то, секта, и он начинает сердиться и брызгать слюной. И, чтобы вы понимали, вся история начинается на самом деле в декабре 1962 года, когда в Манеже устраивается совершенно неожиданно выставка, на которую приглашают молодых художников. И, я думаю, лучше всех об этом скажет Николай Егорычев, его уже нет с нами. Это первый секретарь МГК КПСС, с которым я встретился, и у которого была своя теория, почему что так произошло и как? Они решили так, вот на выставке Мосха показать, к чему ведет демократия. Вот вам художники-реалисты, вот вам искусство-настоящее, а вот на втором этаже мы покажем, к чему ведет демократия. Было около 11, в начале 12-го. Это сгонит, сгонит. Она приезжает в Сурцию, очень взволновая, ну и прошли наверх. Она сказала, ребята, я имею ввиду студийцам. Ребята, не волнуйтесь, все будет хорошо. На самом деле, хорошо было. То есть, Егорычев мне говорит, что был такой человек Ильичев, который хотел показать Никите Сергеевичу Хрущеву, чем закончится заигрывание со свободой. А Ильичев был чем знаменит? Сама Зоя Борисовна вам об этом лучше скажет, чем я, вот она это и скажет. Я, например, это узнала о Тернсте неизвестном, который бывал у Ильичева, который сказал, вот он кричит и здесь все, у него дома одна из лучших коллекции абстракционистов, у него дома библиотека из всего самоиздата. Вот мы это как бы подпольно читаем от Набокова до мемуаров, там, не знаю, Мандельштамм. А у него это домостно, значит, он вот где-то это читает, а одновременно с этим он с этим борется. У меня вообще с Зоей Борисовной я почти полно реально мы 6 или 7 фильмов сняли, на самом деле они очень хорошие, но просто я люблю другой кинематограф, не такой документальный, но теперь самое важное именно это. И вот Егорычев мне озвучил одну невероятную детективную истину, что во всем был, за всем стоял Ильичев, просто Ильичев, который хотел, и вот здесь минуточку внимания, это очень важно, Егорычев считал, что свобода, что надо показать, к чему она приведет, все это ерунда. Вадим Иосифович, вот что движет людьми? Знаете, почему ерунда? А я докопался, потому что в 63-м году товарища Ильичева выдвинуть хотели кандидат в члены Политбюро. Ему нужна была не идеологическая борьба, молодые, взрослые, ему нужен был пост, а пост можно получить, если ты что-то сделаешь важное и весомое. Поэтому когда, вот, Владимир Иосифович, я считаю, что это причина, не, мы же, когда сейчас мы живем, мы разве понимаем, что нами движет свобода, страх, это, конечно, безусловно. Какие высокие жернова? Нет ничего, кроме нашего желудка, как утверждает психоаналитики и нейро, мой любимый Анохин Константин, член-корреспондент, и что-то очень реально, земное, и вот ближе к полу движет нами. Так вот, Ильичев хотел добиться того, чтобы стать кандидатом члена политбюро. Для этого ему надо было показать, что он умеет разбираться с культурой и может взять за горло всех молодых художников. И тут на арене появляется никому тогда неизвестный Эли Билютин. посмотрите на этого человека. Я слышу визг прямо Хрущева. Все запретить, все отменить, все значит ну отовсюду выкачивать все это. Я думаю, что случилось? Я вижу по лицам этих Полянского и Кириленки я вижу что-то невероятное произошло. Никогда ничего подобного не было. Я заглядываю в этот а там такой предбанник где там комнаты были это буфет там где мы располагались. Я вижу что Хрущев прямо выбегает из комнаты неизвестного за ним это вся свита довольный красный от удовольствия суслов они пробегают и Серов вот этот Серов его в Москве называли Высеров кричит случилось невероятное мы выиграли они проиграли мы выиграли выиграли потом появляется Павел Федорович Никон в моем расследовании это художник который написал картину геологи многие из вас профессионалы знают что такое геологи кто не помнит придите домой наберите это такой серый фон и там едет мул и на этом муле сидит человек для меня было бы большим счастьем если бы Павел Федорович приехал сегодня он ехал и ехал просто не доехал у него юбилей внучки и он единственный кстати вот мы с вами как будто там сидел в том зале и Павел Федорович мог бы добавить он считал что начинался не Ильичев начинал все товарищ по фамилии Серов а Эли Билютин был Жерковским художником и вот за два дня до открытия выставки посвященной 30-летию Мосха неожиданно это вопрос всем вам ему звонит ночью Фурцева и говорит мы хотим показать работы твоих студийцев это вообще не члены Мосха это вообще любители и вдруг 30-летие Мосха а там имена простите меня Фальк там вы сейчас все добавите ну там Корин и еще десяток других у меня почему-то выпали мастера социализма и вот все это ночью свозится это напоминает немножко детектив расставляется вы слышали его слова в буфете старого тогда еще большого манежа и когда появляется Никита Сергеевич он очень благостен сразу поясню что следом за Никитом Сергеевичем на следующий день пришел Юрий Гагарин Юрий Гагарин должен был вместе с ним пришли корреспонденты о США и пресс он должен был просто выразить свое мнение что случилось дальше вы узнаете но я готовя тогда тот фильм и мне повезло однажды по очень грустному поводу когда умер мой тесть Давид Иванович Дубинский к нему проводить на похороны пришла Майя Каганович Майя Каганович это дочь Лазаря Кагановича и я ее тогда спросил кто из круга Хрущева еще жив и она мне дала телефон удивительного человека которая была сценографисткой Хрущева послушайте она в точности все вам расскажет поначалу он все дружелюбно так смотрел так говорил правда потом он начал видимо кто-то там из этих окружения все было чего-то тоже добавляли доктор всегда ездил Владимир Григорьевич беззубец я еще ему сказала я говорю ну как-нибудь скажите ведь сейчас может как-то он весь красный глаза красные у Никиты Сергеевича случился приступ когда он увидел портрет Жутовского работы брата его затрясло он сказал что это если нарисовать крышку от унитаза и потом поставить вместо картины будет то же самое впечатление и люди очень хорошо запомнили эту ситуацию окружение ближайшее Хрущева на следующий день приходит Юрий Гагарин ему показывают работу Жутовского товарищ Серов подводит его к книге предложений отзывов и просит написать свои впечатления Гагарин начинает писать о том что ему очень все не понравилось и вдруг он видит глаза молодого художника Павла Никонова откладывает ручку и говорит Серов который рядом с ним а знаете что товарищ Серов я пожалуй не буду писать свое мнение потому что понимаю что мое слово умножится эхом и у Серова как мне рассказывал Павел Федорович Никонов просто вот как будто головная зубная боль он в ярости покидает выставку заканчивалось Гагарин ничего не сделал но на следующий день или через неделю а может быть через год все ребята из круга Белютина становятся самыми продаваемыми художниками где вы поняли на западе за их работами охотятся и Никонова и Голицына гениальных художников моих старших друзей не покупает по прежнему никто кроме советского правительства зато Белютин и целый ряд его друзей живут я не против их живописи но мы должны понимать что сделал Никита Сергеевич такой пиар ребята становятся более популярны и до сих пор Павел Федорович когда начинает говорить со мной по телефону о них говорит и все-таки а тут кто-нибудь был в составе кружка Белютина нет обычно у меня все друзья нет никто но вы сами не участвовали то есть я вас не обижу отношением другого академического крыла к тому что Лена вам может нравится может мне нравится вчера как раз Брусиловский об этом и говорил вчера была встреча с Анатолием Брусиловским Третьяковке ему задали вопрос что вот эти диссиденты преследуем и он сказал да они прекрасно жили все что вы говорите что их преследовали и прекрасно жили да это вот та самая вторая половина Крика Хрущева и вот Никита Сергеевич приглашает всех на Ленинские горы мы сейчас к этому и подойдем после Ленинских гор выселяли и выбрасывали вещи из гостиницы Андрея Андреевича в Новосибирь его пригласили выстрелить а местные власти выбросили на мороз и один из академиков а именно Александров взял его и приютил домой и подобрал его вещи прекрасно они не жили проходит Воробьевы горы то есть Ленинские это встреча в конце декабря я объясню вам что и Серов и Ильичев хотели чтобы Хрущев взорвался но Крика не произошло единственное что там было интересное Павел Федорович вспоминал сидит и все время его привлекает что-то красное что покачается перед его глазами он смотрит какой-то мужик с красными подметками вот сидит и нервный у него тик Хрущев говорит про искусство а мужик все время дергает ногой и Павел Федорович уже у кого-то спрашивает ну кто это такой а ему отвечает кажется Аллов нет Наумов знаете кто это же Солженицын у него ботинки были прохудившиеся и он не мог их выкинуть и пошел в мастерскую при Союзе писателя там почему-то была только красная резина и ему приклеили красную резину на ботинки и вот на подошву и он пришел и привлек внимание всех этим своим видом дальше я не буду пересказывать гениального Наумова почему встреча была очень благостная потому что стояли графины с водой Владимир Наумов пил из своего графина это была вода а Никита Сергеевич по версии Наумова выцел его имя отчество старший мой друг пил водку то есть у него была хрустальная вода и когда он ее наливал и поворачивался к Леониду Ильичу Брежневу они почему-то чокались но у него был просто рефлекс не потому что это вода а рефлекс на водку и потом они так морщились в общем встреча была прекрасной но ни Ильичеву ни Серову видимо это не понравилось и вот в марте 7 марта 1963 года была объявлена третья встреча интеллигенции и именно тогда Андрей Андреевич он был в феврале в Париже и встретился там с Оренбургом и он говорил о том что свобода о том что надо быть совершенно другими людьми и Оренбург ему сказал Андрей вам надо возвращаться в Москву зачем вы говорите такие слова Андрей Андреевич цитирует сказал ему ну как же у нас же свобода чего мол бояться на что Оренбург ему сказал но вы еще не приехали дальше приезжает Андрей Андреевич в Москву и я вам читаю то что он мне извините я не могу это показать почему там очень тихий голос поэтому я перенес на бумагу чтобы не заставлять вас разбирать слова в Переделкино я жил в доме творчества с поэтессой Серебряковой с писательницей Серебряковой женой Серебряковой она была женой писателя и вот она поднимается наверх а я спускаюсь по лестнице она меня увидела и говорит Андрей я капитан реакционной армии а вы лейтенант армии свободы скажите пожалуйста как мне к вам попасть я ему говорю я ей говорю покайтесь а она мне говорит а если я отойду от своих старых а вы меня не примите то что мне делать в общем все были заражены неким ощущением что навстречу я могу добавить одну фразу хотите да она снила лифчик и ты показал ему изуродованную грудь и сказал что это ее били или пытали вы знаете я сейчас просто перед вами не рискнул прочитать эту фразу Андрея потому что здесь он дальше пишет вот то что Зоя Борисовна просто мне показалось это невозможным и она вдруг наклонилась и я увидел груди которые свисали как два полотенца и меня это резануло и до сих пор я это помню а она ему просто хотела показать как что с ней сделал Сталин и она же потом написала об этом книгу под названием Смерч и когда эту книгу опубликовали в Польше она первая позвонила утром в газеты и сказала я отказываюсь от этой книги я отказываюсь от польского товарища он подлец что он опубликовал это была ее единственная великая книга но она сама сделала свой выбор так вот когда начался 67 марта 63 года вы сейчас услышите крик женский и стошный сволочь эту сволочь запустила в лицо Андрея Серебрякова которая за три дня до этого встретила его на лестнице переделки на Дома Творчества и сказала Андрей я хочу быть капитаном вашей армии возьмите меня с собой но как сказал мне потом Андрей Андреевич возможно он сам допустил ошибку почему он тут пишет не пишет он мне говорил я встал в ползу и сказал вы должны покаяться ну вот это наверное фраза ее испугала ну в чем ей каяться в общем Андрей Андреевич она первая вскочила когда и орала сволочь а до этого она ему показывала зарезанную грудь но шел он 7 марта 63 года с надеждой почему потому что два молодых человека Павел Федорович Никонов и Лорион Голицын у меня вылетело отчество Лориона всю жизнь знал но забыл не важно обходили по просьбе Эренбурга всех наших ваших старших друзей и брали у них подписи о том что нам надо я вот не помню что они хотели короче был какой-то заговор Эренбурга небольшой чтобы продемонстрировать Хрущеву солидарную позицию о том что нам нужна свобода люди должны были выходить и об этом говорить и вдруг неожиданно Зоя Борисовна об этом сказала вышла Ванда Василевская Корничук и Банда Корничук остался сидеть а в зале чтобы вы понимали вот где-то там в 20-м ряду вот кто у нас там позади там сидел Андрей Тарковский Евтушенко сидел в середине Андрей Андреевич сидел нет Аксенов сидел отдельно Андрей Андреевич сидел Егор поэт соцреализм такой крепкий нестроев боже мой я его в детстве просто учил в школе и навсегда просто забыл фамилию это некрасиво Исаев Егор Исаев это был Егор Исаев простите меня если кто-то его любит я его обидел он сидел с Андреем Андреевичем и вдруг Ванда говорит что раз сказала два сказала но не назвала кто и Хрущев который прислушался я вам просто это не ставлю слушать потому что это целый час драматургия развивалась говорит вы назовите их фамилии но Ванда это надо отдать ей должное она молчала и тут Сергей Владимирович Михалков с места говорит Вознесенский и Аксенов сказал тихо Ильичев услышал это и говорит кто второй кто-то крикнул с места и тогда уже Ванда услышав что Михалков назвал эти фамилии говорит я могу назвать этих товарищей это молодой поэт Андрей Вознесенский и Василий Аксенов и тут-то вы была произнесена ту фразу которую вы слышали в начале а может быть здесь есть товарищи Вознесенский и Аксенов я попрошу их подняться и тут же Ильичев который сидел над Хрущевым справа он вот таким горлом наклонился и сказал сидя в зале и эта пленка схватила и вот дальше вы услышите то что было услышано и сейчас здесь агенты стоят вот два молодых человека довольно скептически смотрят и когда аплодировали Вознесенской они носы воткнули тоже кто они такие я не знаю это он увидел Аксенова Ильберна вот там два один очка и другой вид очков сидит да Никита Сергеевич простите я написал свое выступление и я сказал вот здесь напечатано написано у меня я не договорил первые фразы как и мой любимый поэт я не член коммунистической партии но как и Владимир Маяковский я не представляю своей жизни своей поэзии всей своей жизни каждого своего слова без коммунизма ложь это не ложь ложь то что сказала Иванда Львовна то что вы а это вы сказали значит это это клевета на партию не может сын клеветать на свою мать не может вы хотите нас убаюкать что вы так сказать беспартийно на партийных позициях стоите нет довольны довольны можете сказать что теперь уже не оттепель и не заморозки а морозы да для таких будут самые жестокие морозы вот вы слышите аплодисменты каждое слово превращается в сенсацию мы не те которые были в клубе ПТФ а мы те которые помогали венграм разгромить эту банду вот это мы знаем Никита Сергеевич я то что сказал это правда и это подтверждается каждым моим написанным словам не по словам судят а люди об отилам а ваши дела говорят антипартийщины об антисоветщины говорят поэтому вы не являетесь нашим другом Никита Сергеевич у меня антисоветского нет а то что Ванда Львовну сказал это что советское когда я скажу про это интервью сейчас когда польский журналист спросил меня о поколениях он ждал что я буду говорить что наше поколение плюет на поколение отцов что оно противоставляет себя всей советской литературе я сказал я сказал что нет поколений возрастных которые противостоят одни другому так нет поколений поколения возрастных я сказал как горизонтальные слои на один идет за другим и вот это раздается мальчику извините мужик все постарше ему 29 лет человек который владеет ядерной кнопкой на него орет вот так и вы слышали несколько раз у Андрея ну потому что он тогда был Андреем еще голос срывается я спрашиваю а что это за странный звук вот этот он говорит а у меня рефлекторно когда я волнуюсь начинает инстинкт поэта он начинает отбивать темп он начинает говорить и случайно он задел там в записи был жуткий брак был жуткий брак в записи сейчас я что-то выключить должен потому что раздался дикий грохот а это Андрей Андреевич это Андрей Андреевич задел рукой бутылку из-под шампанского как подумал я потому что она была закрыта пробковым деревом как шампанское на что Андрей Андреевич рассмеялся и сказал какое ж это Рада Никитична рассмеялась и сказала мне какое шампанское это специальная поставка боржоми для Никиты Сергеевича Хрущева из Грузии была 100 или 200 бутылок газированной натуральной воды которые были закрыты шампанскими пробковыми этими затычками и тогда туда поставили думали что будет пить Никита Сергеевич сам если он выйдет на эту сцену в общем случилось то что случилось Андрей Андреевич начал отбивать темп услышал страшный крик и когда я ему это был последний чтобы вы понимали что связывалось что для меня больной 2004 год я работаю нет 2002 год я работаю в огоньке и вдруг я выхожу в коридор зачем-то и я вижу одинокую фигуру которая идет вот где-то в конце и я не понимаю почему вокруг этой фигуры нет никого это сидит это идет Андрей Андреевич и никого не потому что я считал у меня было к нему отношения и с тех пор и до этого как к Богу оно и остается и я думаю почему он идет один и никому он в этот момент не интересен время стремительно меняется и все думают ну просто идет человек и я бегу за ним астана вот после этого и начались наши по-настоящему отношения теплые потому что я говорю у меня видимо сияли глаза как два фонаря я говорю Андрей Андреевич вы один а что и он меня спросил у вас Дима что случилось и я ему говорю вот у меня был ну знаете молодой щенок я не удержался я говорю у меня был Путин на премьере но тщеславия же ползет это моя театральная драматургическая история началась в 2001 году и первый спектакль который посмотрел Путин был про Марлен Дитрих потому что это Германия у Геннадия Хазанова в театре и вот я все это выпаливаю Андрею Андреевичу почему и я ему говорю вы не представляете когда Владимир Владимирович еще тогда молодой стоял и я к нему подошел я ощутил вот здесь вы можете меня убить я ощутил восторг потому что передо мной стоял не человек передо мной стоял стояла власть и я ожидал что сейчас Андрей Андреевич также мне скажет вот ну и мудак ты я ему это говорю что я просто был почувствовал он говорит Дима а я когда шел к Хрущеву я тоже чувствовал я с той поры запомнил это обаяние власти это то самое что связывало Николая и Пушкина до поры до времени и Андрей Андреевич мне говорит оно есть но в какой-то момент оно рушится и тогда когда Никита Сергеевич закричал на него все рухнуло и дальше поэт пошел своей дорогой царь остался со своим со своей свитой и произошло вот раздел но вот это Дима я добавлю что когда разжаловали Хрущева и его отослали на пенсию он еще был как бы сказать ну позиции нет внутренней вчера он был все а сегодня он пенсионер он попросил Андрея Андреевича он раду послал раду да и она пошла и сказала что он хочет уже когда он был просто на пенсии Хрущев что она хочет перед ним он хочет извинить Андреем извиниться вот Андрей к нему не пошел он взял просто от рады это извинение и сказал Андрей такую фразу я тут немножко приняла даже участие он сказал я все его простил за то что он из лагерей освободил и вынул новую чемусалинский культ развенчал и освободил из наших лагерей я ему давно все прощу заканчивалась та встреча закончилась она страшным криком и мы подходим к финалу того что о чем спросил Вадим Юсупович а что было после Хрущев страшным образом кричал Андрей а вы помните какое стихотворение он исполнил тогда он же начал читать стихотворение ну может быть все называют Ланжемо это Ланжемо он только тогда писал он исполнил секвойя Ленина и там были гениальные фразы он мне сказал ты понимаешь почему я исполнил Ленина потому что это заметьте это разговор 2002 года когда слово Ленин слово коммунизм ну какое-то порочище и Андрей тоже ощущает что мол это Пастернак любил Ленина Пастернак реально восторгался Лениным но так он ну возможно что и не поэтому у меня в памяти ну кстати а почему это тоже вопрос и еще он добавил потрясающую вещь о чем я никогда не знал что в 25 году за некоторое время до смерти состоялась тайная встреча Пастернака Есенина и Маяковского с Иосифом Сталином об этом я не слышал нигде и никогда но вот именно после той встречи Леонид Осипович говорил Андрею Андреевичу ну тогда мальчику Андрею что для него что-то он сказал о своем личном впечатлении от Сталина и знаете фантазия поэта краб человек с огромными мощными руками и вот что в тот момент увидел за Хрущевым Андрей Андреевич я не знаю может быть краб может быть монстр но отвечая на вопрос Вадима Юсуповича они все выходили зная что с ними будет Кердык потому что и Аксионов и все но и вот здесь Василий Павлович мы разговаривали с ним за год до смерти я уже с той поры ну он был в Америке я здесь мы постоянно созванивались он мне сказал Дима я тебе предлагаю написать Росимон в каком смысле мы все вспоминаем по-разному вот все это нормально но есть только одна вещь вот эта вот пленка которая нас возвращает к базе и Василий Павлович Аксенов был уверен что они шли втроем он молодой Тарковский и Вознесенский и что они пошли в ресторан а Андрей Андреевич рассказывал вы знаете совершенно другую историю что он на выходе получил удар по плечу оглянулся а там Салаухин и Салаухин ему говорит идем блиночка и там маленькая деталь в холодильнике у Салаухина стоит водка и маслины одни экзоте коллекцию икон ему показалось да Салаухин да я говорю просто чем они закусывали что они закусывали и вот этот финал той истории послушайте сам Андрей Андреевич это 2002 год запись у него в переделке на Зоя Борисовна это конечно второй этаж их дома я стал читать стихи был уверен читал параллельные стихи но первые жизни никто не захлопал в зале никто совершенно потом только раздавец два хлопка сразу погасли это был Голицын мы с Павлом аплодируют стали никто кроме нас не аплодировал и мы засветились как бы совершенно он на нас смотрит вот агенты там сидят Павл начал кричать теперь Аксенова давай Аксенова Аксенова на трибуну пусть ответит вот в таком духе что-то и я помню что у меня было ощущение как будто пошло под ногами лавина пошла я встал и он вдруг заорал да я его вижу этот Хрущев да я его вижу и показывает совсем другой конец зала в конец туда зала а я ближе сижу я его вижу он в красном свитере сидит вот два молодых человека довольно стихически смотрят кто они такие я не знаю вот там два один очка с другой без очков сидит нет это Голицын 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 товарищ Голицын да художник Голицын художник товарищи я хлопал Вознесенскому потому что люблю его стихи и я не агент и никогда агентом не буду ни с ним товарищ Аксенов вот он вот он сейчас ваш отец репрессирован это вы знаете и мы оплатили его не то жил а мне сказали что репрессировал я говорю да Никита Сергеевич мой отец жив как это жив ему видно не ту информацию подложили он был очень возмущен что ему неверную информацию подложил и я сказал он жив и мама моя которая тоже отсидела 10 лет жива я в конце концов встретил своих родителей когда вырос и так или иначе это связывается с вашим именем Никита Сергеевич вот тут это ему чего-то понравилось потом я был в галстуке в костюме и в галстуке и мне потом Мехтушенко говорил я говорю внимательно наблюдал мне кажется ты ему понравился если вы хотите идти я прямо под командой в ногу в пальцы с дорогом мы приветствуем каждого солдата но учитесь хорошо стрелять хорошо распознавать врага с тем чтобы полку не давать вот собственно и мы подходим к финалу просто то что вы видите это уже совмещено это не синхрон моя пленка плюс не мое абсолютно видео которое соединяется я хочу вам только напоследок показать вот то что я пешка вот но я же не его пешкой я его пешкой вот но безусловно они хотели замочить страну вот но ему это не удалось потому что они хотели создать Сергеевича сделать шаг посадки если бы он на посадке сделал то его вся революционная церковка нет мы выходили из Кремля втроем два Андрея и Тарковский и Вознесенский и я в Андрее Тарковском тогда речи не было вообще его не упоминали на этом но он тоже он подошел явно по-товарищески чтобы поддержать у меня не было ощущений что мы пересечем Красную площадь конечно речи там не могло быть что нас так сразу возьмут и расстреляют но то что нас могут арестовать сейчас у меня было очень очень твердое ощущение что могут так или иначе тем не менее мы спокойно перешли Красную площадь была оттепель мокрый отвратительный снег такой шел какая-то толпа поперла то в гум то из гума тащилась мы все плелись что-то говорили и так шли в ЦДЛ в ресторан ЦДЛ и только когда я выпил стакан коньяка вот такой большущий стакан коньяка сразу выпил я пришел в себя ну и что ты какой пастернак пастернак хотите мы предложили этим пастернаку чтобы он уехал хотите завтра получить паспорт можете сегодня получить переезжайте черт соборьбаб посмотрите поезжайте туда поезжайте я пошел на улицу когда никого со мной нет и вот тут уже сердце оборвалось я понял что полный конец темная ночь впереди никого нет и вдруг кто-то лап положил на плечо это был Соловкин никогда не был с ним близки особенно вот но он напечатал первую поэму мастера и он в совести белорусской такой человек вот он сказал Андрей пойдем ко мне я не хочу тебя оставить там в состоянии пойдем все равно выпьем я помню что у него были одни маслина в общем мы выпили немножечко и вот отвечая на вопрос Вадима Юсуповича они вышли полагая что их всех арестуют но и у Андрея Андреевича 40 дней он отторгал от себя еду он уехал в Ригу молчал по телефону это отдельная драматическая история когда журналист Асэшайдед Пресс позвонил его матери по фамилии Шапира и спросил это правда что Андрей застрелился и мать ползла по стеночке потому что она понимала что это скорее всего правда а Андрей просто скрывался в Риге и они все думали что с ними что-то случится но на самом деле во всей нашей истории сейчас должна была появиться другая заключительная фотография которую показала мне Рада Никитичина и которую никто никогда не показывает потому что наша память избирательна та встреча закончилась тем что когда оторавшись и пообещав стереть Хрущев вдруг встал и сказал одну фразу ну ладно покричали а теперь можно и успокоиться я протягиваю вам руку товарищ Вознесенский там было пожатие руки Хрущевым руки Андрея он таким образом его простил но это уже ничего не значило потому что шок был такой силы что они ожидали что их убьют арестуют как минимум а Рада мне обожилась потому что ей рассказывала это мама пришел в ту ночь в ночь пришел Никита Сергеевич Хрущев веселый и сказал одну только фразу какой же сегодня был замечательный день и он включил музыку и раздалась вот эта вот самая греческая песенка которая была с самого начала и Нина его жена спрашивает а что случилось то Никита Сергеевич она вызвала Никита Сергеевич а он ей отвечает какой был балет 7 марта встреча закончилась оборвалась практически тем что Фурцева толкнула локоть под локоть Никиту и сказал Никита Сергеевич у нас концерт посвященный 8 марта давайте сматывать удочки и в большой театр и уже после в большого театра он выпил и у него было ощущение что весь мир это одна большая праздничная чаша и сегодня он простил всех и не сделал ничего плохого а они вышли они 40 дней не ели и потом 40 лет после этого мы вспоминаем эту историю мы о ней рассказываем легенды я благодарен вам что вы пришли большое вам спасибо и Андрею Андреевичу аплодисменты аплодисменты аплодисменты